Православные верующие Беларуси готовятся отметить один из важных церковных праздников – крещение. Согласно Евангелию, когда Иисус Христос крестился в Иордане, на него сошел Святой Дух в виде голубя, поэтому праздник еще называют Богоявлением. Само же 19 января многие верующие интерпретируют по-разному. Кто-то идет в храм за водой, а кто-то окунается в купель. А что говорит церковь? Если я в течение своей жизни грешу, у меня накапливаются свои грехи, то не в прорубь не надо идти окунаться, а идти на исповедь для того, чтобы покаяться в своих грехах, то есть поучаствовать в таинстве церкви. Есть такое поверье, что человек, когда окунается в крещенскую прорубь, в Иордань, он получает смывание всех грехов. На самом деле смывание грехов человек получает в таинстве крещения, когда человек крестится. В Бобруйске официально разрешено окунаться только в двух местах. На грибной базе и второй спасательной станции, где до двух часов ночи будут дежурить сотрудники МЧС и медики. Врачи, к слову, рекомендуют адекватно оценивать свои возможности перед погружением в воду и категорически запрещают делать это людям с хроническими заболеваниями, не говоря уже об алкогольном опьянении. А еще окунаться нужно, будучи сытым. Так говорят, теплее. Вещи, которые необходимы для крещенского окунания, это теплая одежда, желательно та, в которую можно быстро одеться. Теплые вещи, такие как шапка, шерстяные носки. Желательно использовать резиновый коврик, дабы не стоять на холодной земле или льду. При окунании не забывайте о том, что неподготовленному человеку не нужно нырять в воду с головой, так как это будет слишком большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему человека. Согреться после погружения помогут горячие напитки, которые будут раздавать на месте. Плюс ко всему организуют палатки, где можно переодеться. К слову, в прошлом году в прорубь второй спасательной станции окунулось около 2000 человек. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.